На автодороге Бишкек-Туругард при въезде в Нарын 22 февраля 2020 года примерно в 14.45 произошел камнепад, сообщили в Нарынской райадминистрации. Из-за повышения температуры воздуха начал таять снег. Это привело к камнепаду на один километр объездной дороги Дженаджула въезда в город Нарын. Приблизительный объем сошедших камней составляет 35-49 кубометров. Также ночью был провален электростолк. На основе приказа номер 36 Нарынской райадминистрации в местной Дженаджула дорога закрыта до 1 апреля 2020 года, пока водители могут ездить по другой дороге. Верховный суд удовлетворил заявление Кубанычбека Самакова о возобновлении уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении него. Об этом говорится в постановлении суда. Кубанычбек Самаков, сын экс-депутата Джукурку Кенеша Карганбека Самакова. В 2017 году он и ряд должностных лиц были признаны виновными в коррупции по факту незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Караджигачского, Аилу Кумату из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. Самакова-старшего приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, а его сына приговорили к 8 годам тюрьмы. В 2019 году обоих перевели в колонию поселения. ГКНБ установил телефонного террориста, который угрожал совершить теракт в торговых центрах. Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности 23 февраля в 13.14, в дежурную часть у ГКНБ по Чуськовой области позвонил мужчина, представившийся Саидом, который сообщил, что в 16.00 часов будет совершен теракт в торговых центрах Бишкека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что звонок совершил Тагир Султанбеков, 1990 года рождения, уроженец Бишкека. Он ранее судимый за мошенничество и грабеж. В данный момент Султанбеков отбывает наказание в тюрьме за ложный анонимный звонок об акте терроризма. В ходе допроса он признался в том, что звонил в ГКНБ и мотивировал это тем, что ему поступили угрозы со стороны заключенных. Мамыров Аркенбекто Бокьелович назначен руководителем аппарата Верховного суда Кыргызстана. Об этом сообщили в Верховном суде. Ранее руководителем аппарата был Марат Османкулов. Он сложил полномочия по собственному желанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова